МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия всегда кидается навстречу мировому злу. Она всегда противодействует этому мировому злу. За последние 3-4 года мы слышали в российских телепрограммах много красивых фраз. Россия – великая держава. Слышали о высокой духовности, нравственной основе и богоизбранности русского народа. Главное, что русские должны вспомнить, это, что они действительно мессианский народ. Также слышали, что русские своих не бросают. Русские на войне своих не бросают. Долгое время весь этот дутый пафос не вызывал у нас ровно никаких эмоций. Но нравится людям заниматься самообманом и по ушам друг к другу ездить. Да пусть все развлекаются. Мы страна с великой исторической потенцией, с великой историей, с великими достижениями для человеческой цивилизации. Но незадолго до начала российской атаки на Украину все эти останкинские ура-патриотические заготовки массировано стали высевать на нашем информационном поле. Мы исторически одно целое. У нас общая Днепровская купель. Общий корень – вера и язык. Кто, оставив Россию, бросается обниматься с Европой, уверяя нас в том, что любовь-то не остыла. И в целом это был достаточно логичный ход. Ведь кроме дутого пафоса из серии «Мы – духовные мушкетеры» при славу тому русскому миру, в котором люди никогда не жили в достатке, просто нечего больше предложить. Участники таможенного союза Россия, Белоруссия и Казахстан уже успели оценить преимущество такой интеграции. Не раз приглашали и Украину, но страна пока колеблется, раздумывая о гипотетической возможности стать когда-нибудь частью Объединенной Европы. «Результаты тщательной промывки мозгов населения образца 2013-2014 года можно измерять разными величиями. Но нам кажется, что на этой неделе случился один из самых показательных моментов». Сходил я в госпиталь, проведал одного из выживших в той мясорубке под Хишамом. «Это Михаил Полынков, боевик с позывным «Хрусталик», пишет о разгроме российской коалиции в Сирии. «Цифры про 600-200-х – это не миф. Было три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан, плюс арт-дивизион и бронегруппа». «К бою у Хишама и реакции пропаганды на массовую гибель российских граждан мы еще вернемся. А пока еще раз акцентируем внимание вот на этих словах». «Три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан». «И дончан». «То есть люди, которые еще пять лет назад в том же Донецке, жили в мире, ходили на работу, воспитывали детей, теперь домушки терялись до того, что гибнут фиг знает за чьи интересы в далекой силе. Ни их дети, ни их жены даже выговорить названия городов не смогут. Хотя кого волнуют их слезы? Ведь в Кремле привыкли мыслить глобально. И хорошенько вложившись в пропаганду в 2014 году они получили огромное число пушечного мяса». «В Сирии погиб солдат родом из Братска. В Сирии погиб еще один Оренбуржец». «В Сирии погиб Южный Уральец». «Мясо, которое готово на все. Мясо, которое по одной отмашке куда угодно воевать поедет. Хоть на Донбасс, хоть в Сирию, хоть в Африку». Бойцы российских частных военных компаний, ранее воевавшие на востоке Украины в Сирии, теперь принимают участие в вооруженном конфликте в Судане. «И самое удобное для государства российского то, что в отличие от тех же официальных военных, за их трупы духовное отечество не несет никакого отчета. Выслали куски обгоревшего мяса в Екатеринбург, Ростов и Донецк. И за то спасибо скажите. А ты, мать, сиди и до конца жизни думай, за что и за кого погиб твой сын». «Парни-то даже не знают, что их там видят, что они как кровики там, их отсвечивают, они не могут никуда спрятаться». «Тупо, ника как-то это все. Никакой, у них даже защиты не было, просто их как свиньи отправили в бой». Правда, которую рассказывают матери и жены, чье раззомбирование, к сожалению, случилось только после пережитого горя, пожалуй, самый эффективный вариант контрпропаганды. «Их просто как собак там расстреляли, как крыса, пластиковые». Ведь людям, оставшимся без родного человека, уже нечего терять. Эти люди уже не верят рассказкам в выпусках новостей условного первого канала, где после очередной горы трупов города объявят, мол, не нужно верить в западные фейки. Ну, раненых есть немного, а потерь нет. «Минобороны сегодня опровергло распространенные в интернете сведения о том, что в сирийской провинции Ирака якобы погибли несколько российских военных». Ровно так же случилось и на этой неделе, когда вблизи сирийского города Хишам после провальной спецоперации ЧВК «Вагнера» все вокруг было просто усеяно трупами российских граждан. Стали известны имена еще трех россиян, погибших в Сирии в результате удара сил коалиции. Ряд зарубежных СМИ утверждает, что в бою погибли несколько сотен граждан России. «И это не наши домыслы и предположения. Сами видные строители русского мира уверяют, речь идет о минимум двухстах погибших». Звучали цифры 215, 217, 200. И еще сообщают, что не окончательно. Много людей по сей час числятся пропавшими без вести. Игорь Стрелков. Говорят, что среди погибших было несколько сот россиян, сотрудников так называемого ЧВК «Вагнер». Евгений Тинянский. А отдельные источники утверждают, что реальная цифра потерь куда больше. Вопрос в том, что горы обгоревшего мяса нельзя так быстро идентифицировать. Очень большой завал у всех, кто по ним работает. Многих вообще нереально опознать по каким-либо признакам. Даже если остановиться на цифре в 200 человек, то это страшная трагедия для отдельно взятой страны. Особенно с тем учетом, что царь со свитой еще недавно соловьем пели о полном контроле ситуации в Сирии. Российские войска выходят из Сирии. Победоносная контртеррористическая операция против ИГИЛ завершена. Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. И тут вдруг, когда новости о разгроме все же начали просачиваться в Минобороны, экстренно принялись рассказывать о некой спящей ячейке ИГИЛ. Хотя сейчас уже все прекрасно понимают, что на самом деле война идет за ресурсы. Авиация Соединенных Штатов Америки ударила по отрядам сирийских ополченцев, которые проводили операцию против спящей ячейки боевиков исламского государства в районе нефтяного месторождения Эль-Изба. И по факту же Сирия, как и два года назад, осталась разделенной на зоны влияния. Часть регионов контролирует Россия и Асад, другие США с курдами. Кроме того, есть военное формирование так называемой сирийской оппозиции, есть турецкая зона влияния и опять-таки ИГИЛ. И своей ложью Кремль в очередной раз загнал себя в тупик. Ведь если рассказать правду, то объявленная Путиным перемога вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Голове рядового ура-патриота может превратиться в страшную зраду. Особенно если нация узнает, что те самые 200 человек в Хишаме были уничтожены как раз столь ненавистными россиянам пиндосами. Причем перед атакой американское командование предупреждало, что не нужно двигаться в том направлении. Американцы нанесли по нападавшим удар. Особо подчеркивают, успели сообщить об атаке российским коллегам. И мы напомнили российским военным о своем присутствии. Это было задолго до нападения сил противника. Ответом было привычное «нас там нет». Нам было сказано, что русских там нет. Несмотря на предупреждение американского командования, русские попробовали атаковать сирийских союзников США. После чего нарвались на жесткий артиллерийский и авиаудар. Американская авиация вступила в бой только после начала боевых действий. Нам было крайне интересно, чем ответят типа «сверхдержава» на такой болезненный щелчок по носу. Ведь минимум 200 русских за пару часов это даже не турецкий удар в спину. Ответ, как и следовало ожидать, оказался страшным и беспощадным одновременно. Нет, не к пиндосам, конечно же. Там максимум Трампу въезд в Ижевск запретят, и дело с концом. В Кремле и Госдуме призывают не сгущать краски и не видят повода для национального траура. Беспощадным ответ Кремля оказался для своих граждан. Ведь по телевизору семьи, потерявшие кормильцев, которые раз подряд услышали громогласное «Вы все врете!» Дмитрий Песков призвал не руководствоваться ошибочной информацией в связи с сообщениями о якобы погибших в Сирии в результате авиаудара международная коалиция россиян. Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан это классическая дезинформация. Да никто не погиб! 25 раненых и вообще никаких русских в том районе не было. Министерство обороны России официально заявляет, что россиян в месте авиаудара международной коалиции не было. Минобороны в результате удара коалиции ранен 25 сирийских ополченцев. Одновременно с федеральными каналами в бой бросили толпы ручных блогеров. наши там что в бою колоннами двигаются это вам на глупую выдумку не похоже. Это что наши построились и пошли на уничтожение. Которые один за другим принялись рассказывать новости о разгроме русских в Сирии это выдуманный врагами нации фейк. Никакого подтверждения нет об уничтожении там страшного количества. Сердце обороны вообще чушь собачья. Специалисты рассматривают говорят конченные фейки. Откуда появились вот эти вбросы там в прямую за это топят граждане из Украины. Да, их можно разоблачать, можно высмеивать, но мы сознательно не будем этого делать. Акцентируя внимание на космическом уровне цинизма. Ведь все это позорное вы все врете. Идет параллельно с публикацией десятков некрологов из самых разных регионов. С каждым днем растет список россиян, погибших в Сирии, а где-то родственники уже получили траурный груст. Вот Калининград. В Сирии в районе города Дейр-Эс-Зора погиб калининградец Владимир Логинов. Вот Москва. 7 февраля в бою на берегу реки Ефрат в районе сирийского городка Хишам погиб нацбол Кирилл Ананьев. Вот Харьков. В Сирии погиб боец Владимир позывной апостол. Это был наш соратник и товарищ, бывший харьковчанин, живший идеей Святой Руси. А это например казачки из Свердловска. Бойцы ЧВК Вагнера 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Касатуров из Азбеста погибли 7 февраля в сирийской провинции ДРС Зор. Оба воевали в Украине, потом прошли обучение на специальной базе в Ростове. В Ростове они находились с сентября по октябрь, пока учения были. После чего отправились в Сирию, естественно, не на такси и не автобусом в Екатеринбург-Сирию, а вполне себе официальным бортом Министерства обороны. Собственно, такой же птицей вернулись домой. Уже тела казачков. В аэропорты Ростова и Санкт-Петербурга прибыли самолеты с телами российских наемников, погибших в Сирии в бою с американскими войсками. Об этом сообщили родственники убитых. Ну и напоследок. Многие из тех, кто погиб в районе Хишама, до этого воевали в Украине. То есть принесли много горя в нашу страну. В итоге горе бумерангом вернулось уже в их семью. Да еще и с душком. Тех, кто больше других любил Отечество, это самое Отечество предало и отказалось через пять минут после смерти. Это скорее всего было предательство. Наших людей просто использовали в темном, просто людей отправили на убой. Задумайтесь над этим, когда ваш муж или сын решит пополнить новую партию пушечного мяса. Каждый мужчина, кто считает себя русским, должен здесь взять в руки оружие и пойти сюда. Помогаем мы, мы будем помогать. Ведь практика показывает, что те, кто бросает все на смотревшись телевизора и в надежде на хороший заработок едет воевать в чужую страну домой возвращается уже в цинке. Зря говорят, что деньги не пахнут. Заработанные на войне пахнут, пахнут кровью и горелым мясом ваших близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова